Я живу тем, кто я есть. То есть делаю выбор в себя все время. Я себя выбираю. Я та, кто я есть. Я себе не назначаю, кто я есть. Женщина, мужчина, экскаваторщик, лаборант, еще кто-то. То есть я могу быть кем угодно, если захочу. Все не надо, все не нужно. Только выбираю то, что хочу. Да, я делаю то, что хочу. Не важно это результат, что я получу, что я хочу. Главное, что я делаю, что я хочу. Живу как хочу. Я счастлива быть собой. Никем, не словно. Вот сейчас я пучинка какая-то. Сейчас я вот такая. Потом пойду погрущу. Короче, у меня свобода выбора. Понимаете? Можете вы взять сейчас свой рюкзачок и пиздовать куда-нибудь. Куда вы хотите. Там же куры. Хозяйство. Как я это оставлю? Конечно, нам заглаживают всю жизнь. Так вы тут, конечно, вам жалко. Это ваша энергия. Что-то, блин, стопы энергии вложили. Так кучу уж меньше. Что удивительное, что вам жалко. Заберите свое время. Мы в нашем инстаграме на подъем. А это не которые у нас? Нет, нет. Маленькие. Нет, нет. Ирина, вот здесь в инстаграме один парень написал. Такую чушь мелет. Вот пишет он, да? Так и напиши. Божественная курьера. Это мне, значит, выходит. Мне надо принять его таким, да, надо? Ну, это, во-первых, отражает, смотри, ты смотришь, это отражает твое сознание. Вот-вот. Это же ты говоришь, что я какую-то хуйню несу. Нет, пока. Нет, мне сейчас надо принять, в этот момент принять надо мне, в этот момент, да? Вот для чего ты хочешь? Во-первых, увидеть. Может, тебе хочется сейчас уехать или еще? Нет, нет, никуда не хочу. Так, и давайте ответим человеку, осознайте. Пусть она сама осознает, да? Да, я веду чушь. Человек подтвердил, я могу быть с кем угодно. Я дура, идиотка, тупица, хуйню какую-то несу. Маму себе позволить. Ну вот, мне хорошо, а тебе хорошо, блин. Если тебе хорошо, как бы, то все в порядке. Я счастлива, да? Когда каждый, я вижу счастье вокруг, да, что я осознаю, что, наверное, я не стану все-таки до конца счастлива. Почему я говорю, что я тоже не счастлива. Уже пока я до последнего человека в своем пространстве не увижу, это же все мои частички, да? Вы – это я. Я свое отражение просто смотрю. Я вижу, что вы сейчас вот здесь в несчастье еще. Но я не буду с собой работать. Я пойду. Я сберу себе. И с собой поработаю. И через 15 минут я уже увижу другого человека. Я просто его буду наблюдать. Я не знаю, изменится у тебя что-то или нет, но в моем пространстве ты счастлива сейчас. На другом уровне. По крайней мере, у тебя глаза... Нет, я не желаю. Как говорится, что ты несешь? Я несу людям счастье. Да, счастье, это, блядь, вот у меня какая-то. Вы, кстати, осознаваете, что вот если вы будете вот этого бояться, да, зависеть от комментариев... Я не завишу, я просто вопрос задала так часто. Богом быть стыдно. Да. Тебя осуждают. Но если тебе насрать на осуждение, я же независима от общества. Что у меня этот комментарий? Я благодарю. Я сейчас проследила за собой, потому что в этот момент, да, раньше бы, да, я сильно обиделась бы, психанула бы, мне плохо стало. Но я сейчас прослежу... Сначала доказывать, это же революбовское. А я сейчас прослежу свои чувствования. В этот момент у меня была как-то разницы нет. Это его же правда, правильно? Он же сейчас в своей правде сидит. Это все. А осознайте просто, что, например, я сейчас так проявляюсь. Я, во-первых, от себя шедевров не жду. Мне просто нравится об этом говорить. Я даже не осознаю, что я говорю. На самом деле. Я вот сейчас уйду, я... Вы же видите, у меня мысль мгновенно теряется. Я просто забываю. В потоке. Я просто сейчас говорю в потоке. Другими словами, я предоставляю свое тело, духу, и это он разговаривает. Я не пытаюсь с вами что-то произвести, да? Я сейчас проявляюсь. Это мое самое большое проявление. Я сейчас так сильно наполняюсь, что автоматически вы как побочный эффект получаете свою трансформацию. У меня переизбыток энергии. То есть, и мне не жалко, во-вторых, ее раздавать хоть чуть-чуть на зерно. Но даже если у вас прямо сейчас ничего не изменится, уже вот прямо сейчас я вас чувствую, вам полегче, да? Во-первых, вам интересно. Но если бы вы устали, вам бы это все не нравилось, как бы, ну, мы же здесь никого не держим, да? Что-то вас здесь держит. Да, это может быть один человек. Я могу с фоунистым попугаечкой, с туалетной бумагой разговаривать. Да похерские. Вы просто пришли услышать, и каждый услышит то, что ему нужно. Да. А вот вопрос спроси здесь. А можно вопрос лектору? Тебе вопрос. Про мужчину, который комментарий пишет. Она же ответила. Она вопрос задала. Она ответила уже. Да, может, плохо слышно? Ирина ответила нам. Я ответила, что мне похуй на него. А, Ильнур, на тебе похуй, короче. Это не наш Ильнур. Нет, нет, это не наш. Желаю в этом все. Прикинь, такой зашифровался. Который... Нет, это и Заяцкая, Заяцкая. Я уже наутка. Нет, может, зашифровался. Просто я сейчас делаю то, что я хочу, и я такой гибанудый лектор. И просто можешь снять, посмотри, сколько еще есть лебородок, еще это не слушаем. Да, вот здесь сколько нас. Всем привет. Привет. Вот так. Да, кому-то вот это... Все, кто, все, кто, все дураков. Поле, поле чудес. Реально же мы закапываем. Все мы закапали. Целая зима. Ну что, закончим наш дурацкий лебед. Здравствуй. А то там я смотрю, уже нервничают в таком конце. Слушайте, зонировочили, типа, завязывай, хуйню, не унеси. Да, не ждите шедевр, просто. А, вот вопрос. Если что, если мужчина пишет, а я с ним не согласна, что он мне зеркалит, она пишет, спрашивает девушка. Юлия. Дух мой. Вопрос задаешь. Дух мой. Что он мне зеркалит? Она прямо сейчас получит. Мой внутренний мужчина, а ты не подсказываешь. Это же, типа, сильнее. Я тебе подскажу, я-то знаю, что надо спросить, да? У ее духа надо спросить. Вопрос тебе задаешь, Юлия. Вопрос для себя только. Так. Вопрос. Нет вопросов, что ли? Вопрос. Вода не вопрос. Мы идем, получается, вот, как бы, боль для того, чтобы там прочувствовать любовь, да? Во-первых, чтобы прочувствовать, что такое боль. Да, да. Как ты узнаешь, что такое боль? Да, потому что я... А то ты все время чувствуешь любовь, типа, а боль ты не знаешь. Для начала узнать. Я пробовала, да, вот, как бы, для роли, чтобы прожить эту боль. Боль будет до тех пор, пока вы исчерпаете вот эту все. Значит, я любой не пускаю, сколько ни пускал, тебя любой не пускаю. Кто не пускает? Ну, не знаю. Кто-то пускает. Сопротивляется. Чувствовать, не знаю. Осмораживайся. Ну, вот так, ухожу, как бы... Ты боишься, бежишь. Вот. Вот страх, страх и есть. Иди через страх. Иди через страх. Ты, мужчина, заявляй свою волю, иди. Еще раз говорю, я обязательно на физике убиваюсь. Можно сходить в страх в ментале. Конечно, дальше уходишь, дальше уходишь, впоследствии так... Ты же только начал. Попробуй с духом ходить в страх. Вот здесь тоже вопрос. Еще раз повторюсь. К тьму ходить нужно. Но, блядь, надо с фонариком туда идти уберем? Сознание. Иначе там пиздец как страшно. Сознание. А что такое фонарик? Наши сознания. Внимание наше. Мы идем и наблюдаем, что там. Мы свесим. Узнаем. Это что вообще? Что это за боль? Для чего она мне? Ты себя познаешь, потому что все для чего-то нужно. Мало того, что для чего-то нужно, а для чего-то хорошо. Для тебя конкретно это хорошо. И вообще для всех все, что с вами сейчас происходит, это все хорошо. То есть надо будет просто чаще практиковать, чтобы и технологию вырабатывать, и дальше выезжать. Практиковать и подтверждать самому себе. Самому себе подтверждать результаты. Твои же результаты. Меняется твое сознание или нет? Тебе легче становиться? Наша задача, зачем в боль сходить? Чтобы легче стало. А, легче. Легче. Легко жить. Растворилась боль, это растворилось, чтобы. Ну, в смысле, она по-любому растворится. Во-первых, вы же этого хотите. Это не может длиться вечно, точно. Просто не надо это обезболивать. Мы привыкли обезболиваться. Мы и так ни хера не чувствуем, да? Еще сегодня обезболиваем. Попробуй походить. Постой в этой боли. Ну, я пробовала, я задавала себе вопрос, для чего я желаю испытывать. Для того, чтобы пострадать. Да зачем ты спрашиваешь себя? Проживи его прям. Ты просто прочувствуй ее. Боль родная моя. Я тебя чувствую. Полюби ее. Как полюбить? Принять. Ну, не беги. Чего не принимаешь? Ну, я же тоже, вот Елена, рассказывала, когда была маленькая, пять лет вспомнила, когда у меня зуб заболел. Я до такой себе настрадалась ночью, да? И мне никто не помогал. Я просто играть начала с этой болью. Все, она прошла у меня. Эта боль у меня прошла. Вообще вся наша жизнь играла. Даже с болью, прикинь, можно играть. Боль – это тоже чувство вонии. Оно есть любовь. И Христос в кресте, он вообще-то пошел почувствовать. Или же там, он хочет благодарность. Тебе пишут благодарность. Так быстро, там, и вас меняется. Там, и вас выскочет, пожалуйста, да? Вообще, нахуй, это волшебное направление. Во-первых, никто не может ослушаться. Во-вторых, все знают, куда идти. Там подсказывают, вообще не нужно. Путь. Ирина, что такое Христос? Дух производитель жизни. Теперь, что такое, значит, Богу. Что такое пизда? Идем к Богу. Тоже же производитель жизни нужно? Как говорит, к себе это. Мужчины. Мужчины всю жизнь стремятся туда, откуда они вылезут. Вот. Поэтому все мужчины, иди сюда, в свою тьму, да? То есть, как бы, вы это отрицаете, что это разве это плохо. Это жизнь. Все есть. Вас в жизнь отправляет. Это же классно, когда вас в жизнь отправляет, правильно? Ну, как бы, состояние зародыша, конечно, тяжеловать. Хотя бы, просто в детский более-менее волк. Прочувствуйте. А что такое ребенок? Он же ни о чем не думает. Он что, планирует? Он что, там, по телефону... Он живет, помните, здесь и сейчас, правильно? Он всегда живет, помните, здесь и сейчас. Ребенок. У него нету будущего. Да. Просто наблюдайте за ним. Ему не надо деньги зарабатывать. Во-первых, они вам все очень хорошо показывают. Это прям ваша инструкция к жизни. Они все ваши узкие места показывают, что вы боитесь, за что вы держитесь, да? У нас ведь просто... Они просто, вот, вас, вы сами себя, как бы, вот, родили, вы рождаете детей, на самом деле, чтобы у них, учиться. Осознанное материнство, это круто. Вот вы теперь, по сути, уже, ну, чуть-чуть, но осознанны. Просто наблюдай за ребенком. Для меня ребенок счастлив. Да? Во-первых, дети чувствуют силу. Потому что их природная сила, вот это, пока они еще, говорят, думать не начали, как заработать меня. Деньги. Думаю молоко. У нее все есть, да? Она ни о чем не заботится, не беспокоится, не застеги, не переживает. Никому не звонит, блядь. Куда там много чего-нибудь сделает. Жизни не учит никому. Да? Пока она не заговорила, вот эта неосознанность, кажется, это самое большое. То есть, неосознанность, это антипод сознательности, да? Чем неосознаннее, тем более сознательнее. Ну красиво же все, да? Потому что все есть красота. Блядь, вы просто соедините. Она у нее просто тело маленькое, а у нее вообще все нормально. Ирина, а если вот сын, допустим, 16 лет, у него аллергия, он мне показывает мою непринять, да? Аллергия. Но он же еще сын отца. А как-то я... Я понимаю, что отца как лет столько лет. У меня такая схема большая. Вопрос. То есть, мне только свое исцелить, и у них автоматически. Я, во-первых, не знаю, что тебе нужно делать. Дух мой. Ты сейчас, блядь, столько слов наговорила. А Сузи мне ноль. Понимаешь? Беремко аллергия. Что ты хочешь? Я хочу понять, что он мне показывает. Дух мой, что он мне показывает. Мой принятие. Ты же отвечаешь. Аллергия – это непринятие. Я ее исцелила, а папа не принимает. Да похуй на папу. А у него продолжается аллергия. Почему так? Тебе снова показывает, что ты ни один раз не принимаешь, блядь, а уже два раза. Да, поняла. Что ты что-то не принимаешь вот в этом, да? Тебе же сын не просто сын. Ты не принимаешь что-то от него. И еще вот этот человек – родитель. То есть ты и прошлое, и будущее, да? Вот там вот все вообще. Ты там замораживаешь энергию. Не принять ее. Ты же не можешь от них избавиться. А хочешь? Избавься от них, блядь. Нет человека, это проблема. Тебе. Все, ты теперь свободен. Понимаешь, что ты сама себя вот в слив из вот водки. Конечно, это тотальное непринятие. Непринятие, во-первых, себя. Ты же тоже как жертву всем раздаешь. Еще, блядь, их аллергию наблюдаешь. Во-первых, ты хочешь наблюдать аллергию, да? Ты поддерживаешь свое внимание болезнь. Болезнь – это отсутствие энергии. Тело болит. Розваливается на куски, да? Не знаю, так ты сама ответишь. Не знает, что. Если можно... У тебя вообще энергия нет. Если можно спросить, спрашу, что у тебя, Ирина, мой сын не работает и не учится. Не знает, что хочет. Не могу расхудить эту ситуацию. Дух мой. Юля, дух не показывает мой сын. Дух мой. Ну, как бы все программы на лицо. Но мне хочется, чтобы человек сам увидел. Просто направляем внимание на него. Переключаем. Когда человек задает себе дух мой, он уже как бы... Для чего мне это? Он же своим там мозгом начинает, да, размышляет. То есть, все, ты отключился от кого-то, а просто спрашиваешь себя, так, а что я сейчас чувствую? Это вообще вот классная фраза. А что я сейчас чувствую, если мы можем все менять? Похер на материю. Нам материя нужно, чтобы чувствовать, да? Как мы выяснили. Все это нам для наших чувств. Дети, связи, вообще все это все, только чтобы чувствовать что-то. Ты можешь сразу себя прямо сейчас видеть, а что я сейчас чувствую? Например, я сейчас чувствую, а что хочу чувствовать? Просто выбираешь. Как только ты сказала, что ты хочешь чувствовать, ты мгновенно напомнишься. Прямо сразу. Пусть небольшой любовь, внимание, да, энергии немножко напомнишься. Так ты в себя погружаешься. Вопрос, что я хочу чувствовать, он тебя как индикатор. Так, а что я сейчас реально чувствую? Мозг твой внутрь погружается. Не туда, блядь, на улицу смотрит, что там они чувствуют. Да насрать, блядь, что у него аллергия. Ты себя смотри так, что мне мой муж подсказывает? Зачем можешь с ним не контактировать? Ты же мгновенно можешь своим непринятиям все принять. Например, тотально признаться, да, я не принимаю. Дух мой, что я не принимаю? Вот человек задает вопрос, что мне показывает мой сын. Во-первых, ты обнаружила непринятие. Так разматывай дальше. Ты такая, знаешь, один вопрос, ответ получила, а потом такая, нихуя не работает, я ничего не осознала. Нет. Иди дальше. В любую цепочку можно размотать. Размотка это уже трансформация. Ты вытаскиваешь максимальное количество информации. Увидеть она. Увидеть. Увидела их. Достаточно увидеть. Слышишь? Внимание волшебное. Все, ты их увидела, они трансферические глядящие. Я это чувствую, мне не надо понимать. У меня есть свойство чувствовать. Но я это развиваю. В смысле, тебя чувствую, твоим энергетом. Масштаб твой. Чувствование развивается, как ясное видение типа, да. Но на самом деле это просто вот это, чувствование. Ты же тоже что-то чувствуешь? А где-то можешь объяснить. Как ты объясняешь? Ты же, вот, как ты чувствуешь от меня, что там, силу? Блядь, ну ты же чувствуешь силу. А я чувствую отсутствие силы. Но это невозможно. Это тонкое чувствование. Это не чувствование на уровне материи. Это не мурашки. Это не вот это заполнение. Тонкая материя. Потому что дух, это, это уже не материя. Даже не тонкая. Это просто чистое сознание. Я чувствую на уровне вот этого сознания. Вот, просто знаю и все. И не сомневаюсь в этом. Да, я сто процентов знаю. Это мое, вот, прямо, тотальное убеждение. Я в это верю. И все. Ну и у меня не стоит задача, там, сходить всех, там, сканировать эти чувства. Просто я чувствую себя. Начнем с того. Все спрашивают, типа, да, точно, в точку попало, как, да, туда-сюда. Потому что я себя-то знаю. Если вы продолжили меня, ничего удивительного, что вы мне говорите, то, что я сказала. А теперь, как бы, я практикую, что я даже и ничего не говорю. Вы отвечаете то, что я думаю. Но я не подтверждаю. Да, я же это думала, я же это сказала. Мне это, как бы, не нужно. Я просто свою истину, да, подтверждаю сама себе. То есть, так, я такая, подумала. Так, а вот, если вот этот вопрос, ты мне приносишь ответ. Она пишет, я от лектора чувствую такое желание жить и действовать. Благодарю, Ирина. Благодарю вас за то, что вы проявились. Нет, нет. Принимаю благодарность, да? Мы же сейчас благодарны, что мы не принимаем. Ты не благодаришь просто так. Даже за то, что они тебе показывают. Прикинь. Говорю, как бы сейчас мое вылезло. Точно не знаю, что она твое принимает. Ну, как бы, мы же не приходят просто так мысли, да? Я же себя опять через тебя сканирую. И вот озвучиваю свое. Больше вернее. Что ты увидела в ней? Неблагодарность. Просто сейчас вот этот человек написал, да? Как бы поблагодарил. И я словила себя на мысль, что я хочу сказать, я принимаю благодарность. Благодарю тебя, да? За эту благодарность. А благодарить это как? Принимать. Понимаешь? Мне человек показывает, что я принимаю. У вас же почему денег не принять? Вы принять не можете. Не можете принять. Получается, мое не принять, а фронтически моя не благодарность. Вот. Благодарность это самое высшее. Но благодарение не потому, что вам сказали. Просто от души. Вот я благодарность за то, что я просто живу. Просто есть. Полно что есть. То, что есть, я просто решаю себя жить. Я вообще могу жить, понимаешь? И за это я постоянно благодарю. У меня когда случаются вот эти осознания, они очень часто эти вспышки, ну, я же сейчас проявляюсь, да, и у меня осознание херачит и херачит, да? То есть я прямо сейчас себя снова-снова как конструктор собираю, перекалибровываю, да? То есть я постоянно же разная. Вот себя такой я еще не... Я же не загадывала, что я буду говорить, да? То есть ваши условные энергии мне помогают новую сборку сделать себя. И я каждый раз разная. И от этого кайфую, что я могу сама себя хоп как конструктор сейчас я такая. Я такая, мне это нравится, мне это наполняет классно, мне это очень наполняет. И все. Да, мне хорошо. У меня даже сегодня, представляете, голова не будет, значит, у вас тоже. Кто себя чувствует с ним? Это выходит от любого проявления вот здесь в зале, да? Ты уже видишь себя, правильно? В этих людях ты видишь себя. Я теперь уже только себя. Я уже с аз есм расширилась на мы. Понимаешь? Мне просто уже не интересен вот это принимать. Принимать начинаешь в таком уровне, ты уже понимаешь. Например, ты меня принимаешь. Когда мне все люди начинают нравиться, да? То есть ничего не... То есть в начальном моменте что-то вырезонировали мне, да? Ну как бы... Психовать. Типа, ну, разные, я же прочувствовала. Прочувствовала от каждого из вас какие-то энергии, да? Свои чувствования. И сейчас я вижу, что как они все уже стали моими. Ну то есть типа, как будто вы чувствуете то же самое, что я, потому что я восприняла. Ну как бы, блин, вы классные. Ну это и искреннее, я говорю. То есть я... Наверное, это чувствуется, да? Да, что искреннее. Ну и действительно... То есть когда тебе все нравится. Вот добиться такого состояния. А если ты еще не принимаешь, то дух в лобочке. Мы это не принимаем. Только с духом. То есть сейчас, хоть я и не задаю вопрос. Блядь, мне нужно задать этот вопрос, да? Сейчас уже чуть-чуть найдешь в лобку, правильно? У меня просто вот прямой канал. Мне портало, что... Я же вам сказала, что... Я, по сути, сейчас, это не я. Я это не тот человек, которого вы знаете. Как бы я просто свое тело, духу передаю. Я как канал. И он через меня вещает. Зачем мне с ним связаться, если он сейчас об этом говорит? Он это как бы... То есть он через меня вот так вот разговаривает. Причем с самой собой. И вам хорошо. Вот почему я говорю, что тебе когда становится хорошо в себе, когда ты сам наполняешься, для всех становится хорошо. Но я же как бы не предполагала, что вам станет хорошо. Я за целью не ставила никакую. Кому-то будет кажется, что ему плохо, но на самом деле я знаю, что все хорошо. Все... Я уважаю выбор каждого. Это такое тотальное уважение на плане, что ты меня уважаешь не вот этому, понты, да, а именно... Каждая душа суверенна. Мы ведь где-то люди. Я не могу это разделить. И, конечно, не все люди еще пока. Я не всех людей увидела. Но я точно знаю, что все, кого я сейчас вижу, вы как бы уже в моей, скажем так, вот этой внутренней собранности, да, то есть как бы я точно знаю, что вы причины. Потому что все, что я хочу, я хочу наблюдать причины. Потому что я считаю, что причина, это действительно, это жизнь. Я хочу... Простыми словами, да, хочу наблюдать рядом с собой счастливых людей. Не потому что плакать это плохо, слезы это вообще индикатор осознания. Вы же вообще не плачете, да, мужики же не плачут. Я плачу. Она плачет. Знаешь, есть люди, которые кажутся, что я плачу, а плачут это от осознания. Ты размораживаться начала, да, очищение ее. То есть радость, проплакались, да, ты легко стала. То есть вот это вот состояние, хоть так легкости добиться, да. Лыжи еще даже себе плакать запрещают. Да, да, конечно. А слезы это хорошо. И от осознания просто ты ловишь. Это такой инсайт, он тебе прям пробирает. Ты тотально что-то осознал, да, тебе прям... И просто слезы, слезы благодарности, да. Ты когда платишь, просто благодаришь за то, что ты словил этот кайф, во-первых. Во-первых, ты можешь себе позволить этот кайф поймать. Что хоть раз ты его поймал, я подсаживаюсь просто на это. Вот это самый такой тяжелый, точнее это легкий наркотик. Он абсолютно бесплатный, безвредный, да, здоровый. Я же не 470. Вот. На этой чудесной муси. Благодарю вас за то, что вы снова... Давай, пошли в видео.